Росреестр разъяснил порядок оформления аренды земли у государства. Итак, физические и юридические лица имеют право взять в аренду земельные участки, находящиеся в государственной или муниципальной собственности. Напомнили нам в Росреестре. Также ведомство опубликовало памятку с разъяснением процедуры, о которой далее в этом видеовыпуске мы и поговорим. Здравствуйте, дорогие друзья! Вы на канале «Приоритеты» с юристом Евгением Корсакином. Отдельное спасибо за ваши лайки и подписку на канал. Переходим к теме видео. Срок аренды. Как отметили в Росреестре, срок предоставления земельного участка в аренду регламентируется земельным кодексом и зависит от целевого использования самого участка. Так, среди сроков предоставления земли предусмотрены следующие. Первое. Для строительства и реконструкции зданий и сооружений срок от 3 до 10 лет. Второе. Для размещения линейных объектов, а также в случае предоставления собственнику здания сооружения, расположенных на таком земельном участке, срок до 49 лет. Третье. Для комплексного освоения территории юрлицом на срок до действия договора о комплексном развитии самой территории. Четвертое. Для завершения строительства срок до 3 лет. Пятое. Для проведения работ, связанных с использованием недр, срок аренды не должен превышать 2 года с момента окончания действия лицензии. И пятое. Для сельхозпроизводства от 3 до 49 лет. В ряде случаев после истечения срока аренды участок можно будет выкупить без проведения торгов. Далее мы поговорим, как выбрать участок и оформить аренду. Как же выбрать участок и оформить его в аренду? Итак, информация о земельных участках, предоставляемых в аренду, может размещаться на интернет, сайтах уполномоченных органов, а также в местных СМИ. Кроме того, земельный участок можно выбрать с помощью публичной кадастровой карты. В Яндексе или Гугле так и пишите. Публичная кадастровая карта. Официальный сайт. Идем дальше. Оформляется земля после проведения аукциона. Протокол размещается на сайте проведения торгов в течение одного рабочего дня со дня подписания. Победитель аукциона заключает договор с полномоченным органом. В ряде случаев аренду можно оформить и без проведения аукциона. Упрощенный порядок действует для участков, на которых будет производиться продукция, необходимая для обеспечения импортозамещения. Договор аренды при этом должен предусматривать запрет на изменение в виде разрешенного использования самого земельного участка и условия об одностороннем отказе арендодателя от договора в случае неиспользования земельного участка для указанных целей, отметили в Росреестре. В целом же, право аренды земли без аукциона предусмотрено по более чем 40 основаниям. Среди них размещение объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, реализация масштабных инвестиционных проектов, обязательства по завершению строительства объектов незавершенного строительства, а также исполнению обязательств застройщика перед гражданами и другие. Далее мы поговорим, как подать заявку на регистрацию договора. Как подать заявку на регистрацию договора аренды? Пакет документов можно предоставить в МФЦ, в электронном виде через личный кабинет на официальном сайте Росреестра или с помощью услуги выездного приема кадастровой палаты Росреестра. Друзья, ссылки на телеграм, ВК, Дзен, каналы в описании к видео. Буду рад, если подпишетесь. А если вам потребуется помощь в юридическом сопровождении оформления недвижимости, обращайтесь на сайте или по контактам, указанным в описании к данному ролику. До новых встреч в следующем видео. Пока!